Друзья, задание номер 24 из ЕГЭ по русскому языку посвящено лексике. Оно идет после большого текста. Вам дадут какой-то отрывок из текста, несколько предложений или, может, даже одно, и попросят в этом отрывке что-то найти, что-то выписать или что-то подобрать какому-то слову из этого отрывка. Задание 24 очень важное, хотя бы потому, что оно тесно связано еще с заданием номер 26 и тесно связано с заданием номер 3, в котором вам нужно выбрать верные характеристики маленького текста. Итак, в первую очередь нам нужно понять, что же встречается в 24 задании. Самые распространенные, это, конечно, синонимы и антонимы. Их вы хорошо знаете. Синонимы – это слова, близкие по значению, антонимы – это слова, противоположные по значению. Естественно, очень удобно помнить, что, например, существительные глаголы не могут быть синонимами или антонимами. Вам нужны слова одной части речи. То есть, когда вы работаете, лучше всего выписать сначала из отрывка все существительные, потом все глаголы, потом все прилагательные, потом все наречия. Ну и, если ничего не нашли, проанализировать все оставшееся. Так будет гораздо быстрее и удобнее. Классические синонимы – это, например, нелегкий – трудный, чужой – посторонний. Классические антонимы – это слова с противоположным значением, например, плюсы, минусы или старый – новый. Ничего сложного. Единственно, требуется внимательность. Чуть посложнее – это контекстные синонимы и антонимы. То есть, слова, которые являются только в данном контексте синонимами или антонимами. Естественно, синонимы, скорее всего, будут указывать на один и тот же объект. Например, юноша – студент или собака – барбос. Понятное дело, что сами по себе эти слова синонимами не являются. Но в контексте, указывая на одно и то же, они являются контекстными синонимами. Контекстные антонимы – это, скорее всего, слова, которые будут указывать на то, что противопоставлено. Например, год – жизнь или стихи – проза. Эти слова совсем никакие не антонимы, но если автор их противопоставил, то они являются контекстными антонимами. Следующая важная категория, пожалуй, самая важная для нас – это фразеологизмы. Все мы знаем, фразеологизмы – это какие-то словосочетания в переносном значении, при том устоявшиеся в речи. Безусловно, они похожи на метафоры, и единственное, что их отличает – это как раз то, что фразеологизмы в речи устоялись. Приведем примеры. Ну, например, в конце концов, время от времени, то и дело, имейте в виду. Посмотрите, если мы возьмем любое из этих выражений и попытаемся проанализировать его и спросить себя в прямом значении, что это значит, то мы получим полный бред. В конце концов, конец концов – это что? То и дело. В прямом значении – это просто набор слов. Но в совокупности они дают какое-то особое значение. Часто фразеологизм мы можем заменить одним словом. Тоже это довольно удобно. Как искать фразеологизмы? Во-первых, нужно поделить весь отрывок на словосочетания. Во-вторых, выбрать из них те, которые в переносном значении. То есть спрашивать себя, а это в прямом или нет. Например, Серега поехал в школу. Здесь все в прямом значении. А вот то и дело – нет. После этого, когда вы выбрали несколько выражений в переносном значении, спросить себя, какие из них более-менее устоявшиеся в речи. И готово. Следующая группа довольно большая. Это слова стилистически окрашенные. То есть принадлежащие к разным стилям. Разговорные слова, книжные слова, слова высокого стиля. Эти в первую очередь. Чем они друг от друга отличаются? Разговорные слова немножечко сниженные. Бедолага, оболтус, рожа, хлопчик, жульничал. Их найти несложно, если знать, какие они по стилю. Книжные слова – это противоположность. Это слова, которые характерны для книжной речи, для письменной речи. Конъюнктура, прерогатива, гипотетический. Или, например, возобладать, воспевать. Такие, чуть пафосные. Слова высокого стиля еще пафоснее. В общем-то, они на книжные слова похожи. Например, година, беспримерный, взирать. Вот такие. Помимо этого, нам могут встретиться устаревшие слова. Впрочем, редко, но могут. Устаревшие слова делятся на две группы. На всякий случай будем знать это, хотя обычно пишут просто устаревшее слово. Первая группа – это архаизмы. И вторая – историзмы. Историзмы – это такие слова, которые исчезли из обихода, вследствие того, что само понятие, которое они обозначали, исчезло. Например, вассал. Или ларнет. Или ермолка. Все. Мы это не используем. Это нам не встречается. Никаких вассалов мы не знаем. Слова устаревшие. Архаизмы – это слова, у которых есть более современный аналог. Например, выя – это слово устаревшее. А шея – новое. Лик – устаревшее. Лицо – новое. Мзда – устаревшее. Плата – новое. Вот так. Теперь перейдем к словам специальным. Специальная лексика или профессиональная лексика или термины. Они встречаются совсем редко. И все же. Они характерны для людей определенных профессий. Например, слово «диез» – это для музыкантов. Слово «нев» – для архитекторов или исследователей истории искусств. Слово «потребление» – для экономистов. И так далее. Ничего сложного. Кроме того, рассмотрим диалектизмы. Слова диалектные. Это слова, которые характерны для каких-то регионов. Возможно, в том месте, где вы проживаете, тоже есть какая-то лексика особая, которая употребляется именно в этом месте. Например, кушак – так в некоторых местах называют пояс. Пышка – так в некоторых местах называют фантик от конфеты. Буряк – так в некоторых местах называют свеклу. Ну и, конечно, мое любимое с Дальнего Востока. Чигиря – это захолустье, какие-то задворки. До талого – это значит до последнего, до конца что-то делать. Диалектные слова очень часто, если вы их встретите, могут быть вам вообще непонятны. Они немного похожи на разговорную лексику, на просторичную лексику. Таким образом, их проще всего идентифицировать. Кроме того, помимо диалектных слов, помимо специальной лексики, что еще нам остается? Индивидуально-авторские слова или индивидуально-авторская лексика. Такое тоже могут попросить. То есть, автор придумал какое-то свое слово, возможно, пользуясь правилами, законами русского языка. Например, декабрый. Взял слово декабрь, образовал прилагательное, чтобы передать как-то атмосферу. Ну или громадьё, одиночить. Очень специфичные слова, правильно? Помимо этого, например, слово кюхельбекерна от фамилии кюхельбекер. Стало мне и кюхельбекерной, и тошно. Вот. Сделали наречие такое, очень ярко тоже отражающее отношение автора к человеку. От чьей фамилии это образовано? Ну или, например, слово распранай главный. Рас-про-наи-главный. Все приставки к слову добавил и акцентировал внимание на том, насколько же все-таки это главный. Вот. Помимо этого, в принципе, эмоционально оценочная и эмоционально окрашенная лексика может вам тоже теоретически встретиться. Какие-то слова. Это как раз очень широкий спектр слов. Душонка, лапочка, реветь, рыдать. В основном они близкие к разговорным словам. Такие дела. Теперь, друзья, надеюсь, вы поняли, что теория для задания номер 24 достаточно условная. Вам обязательно ее знать, но важнее практика. Именно на практике вы сможете отработать это задание. Давайте я озвучу вам некоторые отдельные формулировки, которые встречаются в задании 24. Первый вариант. Из предложений 47-53 вы пишите антонимы, в скобочках, одну антонимическую пару. Почему сказано одну? Потому что может подходить несколько вариантов, но вам нужно выбрать один из них. Нельзя писать все. В этом задании, которое я привожу, подходят в ответ свои и чужие и обидеть, приласкать. То есть вам не нужно выписывать все четыре слова. Вам нужно выбрать любую пару, в которой вы больше уверены. Вот почему в задании написано одну. Ну или же, естественно, подобное задание может быть на синонимы. Давайте посмотрим на более оригинальное задание. Из предложения 1-5 вы пишите контекстный синоним к слову «мучить». То есть нам уже дается слово какое-то. Мы должны проанализировать предложение 1-5 и найти там какой-то глагол, который будет контекстным синонимом к слову «мучить». Как мы поняли, что глагол? Потому что слово «мучить» – это глагол. Какой вариант в ответе? «Одолевать». Кстати, чаще всего в заданиях можно выписывать и так, как в тексте слово было, и в начальной форме. Вообще я советую выписывать всегда так, как оно в тексте, но в начальной форме тоже такой вариант в ответах присутствует всегда. Давайте рассмотрим еще что-нибудь интересненькое. Из предложений 9-12 вы пишите слово с лексическим значением «болезненный», «хилый», «слабый», «вялый». Это мой любимый тип задания, он самый простой. То есть вам говорят, вам нужно слово выписать, у которого вот такое значение. Могут сказать, вы пишите разговорное слово, просторечное слово, книжное слово с таким-то значением. Но значение у вас уже есть. И по значению вы должны определить, в какой части речи слово. Например, «болезненный», «хилый», «слабый», «вялый» – это, очевидно, прилагательное нужно найти. Вы смотрите отрывок, смотрите все прилагательные, выбираете самое подходящее. Это суперраспространенный вид задания, и он самый простой, самый выгодный. Желаю всем вам на ЕГЭ именно такое задание. А теперь самый сложный вариант задания. В предложениях 36-39 найдите просторечное слово. Замените его стилистически нейтральным синонимом. Вам не обязательно предложат найти просторечное слово. Могут просто сказать, вот вам слово, замените его синонимом. И все. Это довольно сложно. Это требует тренировки. Таких заданий исключительно мало. Встречаются они реже остальных, но все же. Теперь на экране вы видите еще некоторые формулировки, которые встречаются в задании 24. Поймите, друзья, практика, практика и только практика. Задание 24 требует немного теории, но вам нужно отработать первое, схему работы с синонимами и антонимами. Второе, схему работы с фразеологизмами. И третье, замену слова. Ну и поиск слов с какими-то значениями. Вот так. Всем удачи в подготовке. Продолжение следует...